Протесты после этого не прекратились, но они, может быть, были чуть менее интенсивными. И последнее, наверное, из важного, что было, это то, что власти Ирана начали, собственно, осуществлять смертные приговоры. То есть до этого где-то 10 человек из протестующих были приговорены к смертной казни. И вот в пятницу был первый смертный приговор, и вот буквально на днях второй. И вот самое такое символичное, наверное, значение, что на следующий день, после того, как второй смертный приговор был приведен в действие, приехал, собственно, и генпрокурор российский Краснов в Иран. Ну, конечно, со стороны это выглядит очень мрачно, да. Понимаете, я смотрю на иранские телеграм-каналы, у меня, кстати, вопрос, за счет чего они работают, потому что вот то и дело слышится, что интернет вообще заблокирован. Откуда информация, откуда картинки, кто это все делает. Вот я смотрю, там Ираны Азад, по-моему, называется такой вот телеграм-канал с множеством подписчиков, которые регулярно обновляются и так далее. Ну, во-первых, вы, скорее всего, смотрите все-таки оппозиционные каналы, оппозиционные СМИ, как бы медиа. Да, они вещают в большинстве своем не из Ирана. Я уверен, что Иран Азад тоже вещает не из Ирана. Это первая история. Вторая история, что в Иране интернет не отключали полностью, его обрубали то тут, то там. Причем ведь были еще истории, когда некоторые компании, которые, собственно, помогали блокировать интернет в Иране, там была история с одной крупной иранской компанией, она вдруг попала под санкцию, вернее, под санкцию попал ее партнер иностранный, и ей прекратили, она не смогла осуществлять коммуникацию, собственно, с головной компанией в Иране. Это тоже там несколько нарушило механизмы блокировок. Вот, ну и в принципе, интернет в Иране же, он вот в этих протестах, это характерно, это не так, как было в 2019 году, когда там на неделю вообще все обрубили, да. Я тогда был в Иране, это было, кажется, ощущение очень такое, своеобразное, когда ты сидишь в стране, у тебя что-то происходит вокруг, а ты понятия не имеешь, что. Вот, у тебя просто валится все, а ты не знаешь, что происходит, вот. Сейчас не так. Как раньше жили? Вот, когда была исламская революция, 78-79 годы, вообще никакого интернета не было, и как-то вот, тем не менее, все было понятно. Ну, тогда-то я не жил, в общем-то, откровенно говоря, вот, а я привык в информационную эпоху жить, и когда ты постоянно информацию проверяешь, вот, что произошло, проверяешь, перепроверяешь и так далее. Это настолько естественно, и когда вот это вдруг обрубается, я это, ну, просто помню очень четко как-то произошло в 2019 году, для меня это было как впечатление на всю жизнь, потому что ты понимаешь, что вот, может быть, власти уже нет, но при этом у тебя нет никакой возможности это проверить. Так вот, все-таки в этот раз было не так, и когда я был в Иране, я это на себе и чувствовал, что обрубали мобильный интернет, интернет от Wi-Fi работал очень плохо, но работал, и с ним через VPN можно было добраться там до почты, до Telegram, от того же, до WhatsApp, и я, насколько я понимаю, примерно то же самое остается в Иране сейчас, потому что со своими там знакомыми друзьями из Ирана я через тот же VPN, WhatsApp, то есть через WhatsApp и Telegram я списываюсь, и, очевидно, через VPN особые, специальные, как правило, иранские, оно работает.